Здравствуйте! Все, кто знает... В общем, я дочь призывника. И я так же сам и не хочу, чтобы мой отец шел воевать. Скажите, за что и за кого? За тех толстосумов? Извините, пожалуйста. Я пока живу в тихом, спокойном городе, в спокойном селе. А чтобы мой отец шел и стрелял в своих братьев, мы стоим на могиле своих дедов и прадедов, которые воевали за мирное небо над головой. А сейчас что? Сейчас наши дяди, отцы, дедушки идут и воюют просто за тех зажировшихся людей. Извините меня, пожалуйста. Войну начали не просто мужики, которые стоят сзади меня, а те, у которых есть огромные деньги. И те, которые делают сейчас на этой войне в себе огромные, огромные. Они в банках открывают счета. За что мой отец пойдет сейчас воевать? За кого? А знаете, что самое обидное? Прадед мой видел войну, прабабушка видела войну. А сейчас что? Что сейчас показывают по телевизору? Я учусь на журналистах, я на втором курсе. И преподаватели нам говорят, дети, не смотрите телевизор. Идет гражданская война сейчас не между людьми, а между правительством. И на каждом телевидении, на каждом канале гражданское, это центральное, наше областное. Там показывают только пропаганда. Россия показывает одно, Украина показывает другое. Левый пять это канал Порошенко. Там тебе не скажут, что Порошенко это полнейшее дерьмо, которое за бабки готово на все. Это по телевизору не покажут, потому что это его канал. И так пошли каждые другие. Я просто хочу сказать одно. Заварили это не мы, а будут расхлебывать обычные нормальные мужики. Если война коснется нашего края, тогда мой отец пойдет и будет рвать спину, будет рвать за всех шкур. В первую очередь за меня, мою сестру, мать и всех остальных. Тогда мы все пойдем. Тогда все пойдем. Потому что здесь стоят женщины, здесь стоят мужчины, которые готовы воевать только за свою семью, а не за тех толстосумов. Продолжение следует...